К медалям по бразильской системе. Для сборной России по бадминтону в Раменском созданы условия, максимально приближенные к Рио-де-Жанейрске. Разница во времени 4 часа, южноамериканская температура и имитации кричащих трибун. К Олимпиаде наши спортсмены готовы и физически, и психологически. Мы вылетаем с 7-го числа утром. У нас будет 5 дней до старта, так что этого будет достаточно, к тому, чтобы привыкнуть к ситуации, которая там есть в Олимпийской деревне и в зале нашем. А физически, как я уже сказала, мы здесь передвинули время, живем по времени Рио, поэтому тренируемся очень поздно-поздно вечером. И я думаю, что уже это проверенные варианты, и это нам поможет очень быстро там прийти, как говорится, в норму. В сборную России по бадминтону представят одиночники Наталья Перминова и Владимир Мальков. В парном разряде выступят капитан команды Владимир Иванов и Иван Сазонов, который практически восстановился после травмы. Недавние успехи наших спортсменов позволяют претендовать на Олимпийские медали. Основные соперники, как всегда, китайцы, корейцы, индонезийцы, Таиланд. Азиатские спортсмены, конечно, претендуют на медали на Олимпийские. Но мы можем быть такой изюминкой среди них. В чем изюминка наша? Изюминка в том, что в этом году пара Иванов Сазонов, они как бы выиграли Олимпийск. Это считается самые крутые соревнования после Олимпийских игр. Это неофициальный чемпионат мира. И они там первое место заняли, и поэтому появились тоже в претендентах на медали на Олимпийских играх. В этом я говорю изюминка. Как считаешь, насколько команда готова к соперникам, азиатам особенно? Ну, уже на протяжении нескольких лет мы выступаем с одними и теми же соперниками, которые присутствуют на всех соревнованиях мирового уровня. И я не думаю, что на этом турнире будет какой-то сюрприз для нас. Мы играли с первой мировой десяткой. Не единожды были победы, были поражения. Так что мы полностью готовы к этому. И я думаю, что покажем достойный результат. Мельдоний и другие запрещенные препараты спортсмены не употребляют. Специалистов антидопингового комитета в команде видят часто. И к проверкам уже привыкли. Допинговый скандал коснулся сборной? Ну, он коснулся нас только в том моменте, что нас практически каждые два дня проверяет допинг-контроль международный. Несмотря на то, что в течение года все спортсмены проходили именно на международных соревнованиях, именно тестирование ВАДой, все равно, конечно, это неприятно. Потому что это давление, эта атмосфера вокруг, она влияет, психологически влияет. Как общение со специалистами ВАДы проходит? Они действительно настроены против нас или работают объективно? Ну, на мой взгляд, достаточно объективно работает. В чем работа? Они приехали, взяли пробы и сдают уже? Да, взяли пробы, заполнили все документы и уехали. Так, вроде бы, все достаточно неплохо. Это причиняет какое-то неудобство спортсменам? На график влияет? Ну, конечно, достаточно часто берут. Плюс, как правило, есть определенная система, которую спортсмены высшего уровня должны заполнять. Они указывают раз в квартал, где они будут находиться. И расписывают весь день. И плюс указывают час абсолютной доступности. В этот час они должны обязательно быть в том месте, в котором они указали. Если их нет, им ставят там флажок специальный. Если три флажка получает спортсмен, тогда дисквалификация на два года. Из Раменского в Рио-де-Жанейро. Выступление в Бразилии напрямую связано с нашим районом. Олимпийские надежды куются на Кратовской базе и во дворце спорта Борисоглебский. Проводы сборной с домашней Раменской арены проходят с особым настроением. Все замечательные условия созданы для того, чтобы мы тренировались, готовились уже ко второй Олимпиаде. Мы ведь не случайно выбрали этот дворец подготовки сейчас к Олимпиаде. Конечно, здесь ваша очень большая заслуга. И мы бы хотели вас принять в нашу олимпийскую команду таким скромным подарком олимпийским. Спасибо. И чтобы вы за нас держали холостуком, как говорят, да, и мы будем стараться. Мы, раменцы, еще и переживаем по поводу того, что в составе Олимпийской сборной будете вы бадминтонисты, которые уедут из нашего дворца спорта, из нашего города. А Клавдия Геннадьевна уже на вторую Олимпиаду едет, как житель Раменского района, который прописан. Поэтому приветствую я вас, хочу поблагодарить за то, что вы... Клавдия Геннадьевна, ну что вы там? Я хочу поблагодарить Клавдию Геннадьевну, вас и спортсменов, за то, что вы наш Раменский район продвигаете. И, может быть, в далеком Рио-де-Жанейро так случится, так случится, что про Раменское будут знать многие, многие, многие. Первая игра с участием наших бадминтонистов пройдет 11 августа. Вся Россия и особенно раменчане ждут наших спортсменов с победой. Андрей Мелентьев, Сергей Григорьев для программы «Городские вести».